Субтитры сделал DimaTorzok Спорим, ты умеешь показывать собаку? Она, да ну нафиг, я даже никогда не пробовала Он, ничего, я помогу А что если девочка поперкнулась от ужаса? Возможно, парень хотел намекнуть ей, мол, хорош жрать сладкое, ни в одни джинсы не влазишь Тем более, она чуть не съела все его мороженое Блин, не хавай Что делать, если в вашей команде есть идиот? Ничего, просто уйдите из команды, и его не будет Да ничего, соблюдайте дистанцию, и все будет хорошо Батюшки, да там же кровь Это ж как надо было постараться, чтобы самовлепиться на пятой секунде раунда Думаете, он того? Или этого? Хотя, какая разница, все равно через пару минут на респе появится Самое замечательное и искреннее происходит уже после момента удара Вы только посмотрите, как друг его выводит с поля битвы Да он же им закрылся, как щитом Колян, держись, не падай, еще 100 метров! С такими друзьями и враги не нужны То есть бочки Большая грудь или эффектная попа Это, конечно, предмет восхищения для мужиков Но бывает у девушки еще одно тайное оружие Которое может перебить эффекты сисек и попки и ног Только честно, кто-нибудь успел разглядеть, какого цвета глаза у девушки? Возможно, реакция на язык была даже у цветков на заднем плане Представляю, если эта девушка придет устраиваться секретарем Английский не знаете, печатать не умеете А что вы вообще можете? Свободно владею языком Вы приняты! А еще девушка с таким языком может вам почесать мозг через ухо Главное, чтобы такой девушке на дороге не попался искушенный гаишник Под кирпич проехали, что скажете, гражданочка? Удивило! Уже на такой же, только двойной Будем оформлять Помните этого дерзкого малого? Возможно, я нашел его старшего брата Главное, что я не знаю Главное! 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 Давайте сразу отличимся от того, что чуваку расхреначило пол пальца и подумаем вот над чем Почему он такой довольный? Может он настолько бухой, что уже не чувствует боли? Или у них в Шотландии это обычная забава Сегодня дротики, а завтра что потяжелее? Наверняка они поспорили с этим чуваком, кто последним уберет руку Аааа! Я думал мы снимаем селфи! Интересно, что должно было достаться победителю? Уж точно не визит к доктору Ну, почти как новенький Если не считать, что вся его рука теперь напоминает решето Но все к лучшему, главное приспособиться Только не подсматривай Следующее видео состоит из милости и патриотизма А если их сложить, то получится Правильно, рыжий мальчик Короче, смотрите сами Асчап финансо Асчап финансо Для женщин Только покорить Асчап финансы Для женщин affiliate Че ржете? Совсем Не бывает Г executed Это было И Субтитры делал DimaTorzok Кто-нибудь, принесите мальчику воды, ну или попросите его задержать дыхание. Подумаешь, один куплет пропустит. Он настоящий патриот, не остановился, несмотря на икоту. Хорошо, что он в туалет не захотел во время гимна, хотя кто знает. Блин, а все потому, что кто-то перевел икоту с Якова на всякого, и им оказался этот мальчик. Я понял, его кто-то вспоминает. Эх, интересно, как там мой сыночек поет? Надеюсь, у него все получится. Если это так, то парень будет икать в тысячу раз больше. Ну или сколько там человек было на стадионе. Хотя, стоп, это ведь гимн Австралии. И кто знает, может там именно так в тексте и прописано. Но парень, видать, не австралиец, вот организм и сопротивляется. Блин, как же тупо, когда у тебя билет на поезд в самый последний вагон. В итоге ты бежишь такой по перрону и материшься, что они подали голову с хвоста. Но пассажиры этого поезда далеко не ходят. Я слышал про короткие поезда, но никогда не думал, что они могут быть такими короткими. У меня че... чемоданы, то длиннее. Не поезд, а какой-то сегвей на рельсе. Неужели ты экзибит постарался? Йоу, чувак, мы прокачали твой поезд в стиле эко. Вспоминая песню, голубой вагон бежит, качается, скорый поезд набирает ход. Ах, как жаль, что этот день кончается, лучше бы он тянулся целый год. Думаю, что этому вагону тоже было бы неплохо подкачаться. Ладно, так уж и быть, расскажу вам по секрету. Никому не говорите, но это хитрый видеомонтаж. Присмотритесь внимательнее на человека справа. Вот он идет здесь, а вот он бац и уже тут стоит. Хотя, что-то мне подсказывает, что можно было и так догадаться. Знаете почему? А потому что никому не нужен одноосевой вагон полтора на полтора метра. Да вы Стимина Сигала видели сейчас? Он же даже не влезет в такой поезд. А поезда, между прочим, до сих пор проектируют под его размеры на случай угрозы. Как это вообще можно было сразу не понять? Иногда кошмары случаются и наяву. И это я не про последний кусочек туалетной бумаги говорю. Стимина. Не, ну вы видели? Видели? Вот это кадр! Остальное жуткое баянище. Все это уже было в Индиане Джонсе. Правда, чего-то не хватает. Как же все быстро получилось. Никто даже крикнуть не успел. Зато булькнули зачетно. Только гляньте, что они с мостом натворили. Это же гребаный железный мост. Да там Гозиллу смог бы спокойно пройти, а они вчетвером не справились. А то они смогут построить новый мост. Из кирпичей. Благо материал у них теперь точно предостаточно. Как быть, если у тебя душа режиссера, а ты живешь жизнью одинокого провинциального гопника? Как-как? Следовать зову своего сердца, конечно. Неплохое начало для перезапуска Рокки. Он снова вынужден вернуться в Россию. Правда, в этот раз ему противостоит куда более серьезный противник. Кассетный магнитофон. Я серьезно. На протяжении всего фильма парень Заправский расправляется с различной техникой. Походу режиссер не только Рокки вдохновлялся. В этом фильме техники гибнет больше, чем роботов во всех частях Терминатора. Как говорится, клин клином вышибает. Вот он решил бороться с техникой техникой. Ну вообще, мужик молодец. Никогда в жизни я не видел, чтобы кто-то так весело от хлама в своем гараже избавлялся. О. Не беспокойтесь, со мной все нормально. Я просто под впечатлением от вот этого видео. Такое чувство, что этот чувак начал отмечать победу еще до боя. Или он дерется в стиле пьяный мастер. Моя конфу сильнее твоего. Или это такая хитроумная тактика, чтобы уступить бдительность противника. В любом случае, я бы не позвал такого чувака с собой на стрелку. Так, сейчас придет мой братан, он каратист, сейчас вообще всех вас раскидает. Вон он идет. Не, не, это не он. Просто похож. В лучших традициях Джеки Чана и его неудавшихся дублей. К сожалению, мы так и не увидим, как прошел сам бой. Надеюсь, не так, как прошел этот парень. Даже если он и не выиграет, ему просто обязаны дать медаль за волю к победе. Правда, у него тут скорее воля к участию. Сила притяжения короткого маршрута безгранична. Все любят срезать, чего бы это ни стоило. Вот бы я охренел, если бы мимо по этой дороге ехал. Там не сразу разберешь, где река, где дорога. Этому видео надо ставить... Нет, не памятник, трюки для индийского кино. Там любят машину на дубы поставить, а лошадь в дрифт пустить. Те две цепи на переднем бампере, это вовсе не цепи. Это усы, как у Халка Хогана. Представляю, как у него навигатор работает. Так, прокладывать маршрут по платным дорогам. Нет. По рекам. Да. По экстремальным подъемам. Да. Через ад. Да. Все смотрели детективы с запутанным сюжетом. Где до последнего непонятно, кто убийца. Но все эти сюжеты меркнут по сравнению с историей этого человека. Да этот парень просто мастер дедукции. Настоящий Шерлок Холм. Кто кого убил, спрашиваете? Это элементарно, коллега. Что он убил ее, а она убила его потом. Все-таки где-то в глубине его мозг сомневается в сказанных словах. Но в чем в наше время можно быть уверенным? А может быть вообще никакого убийства и не было? Просто у нового сценариста «Игры престолов» интервью берут. Он убил ее, а она убила его потом. Затем прилетел дракон и вообще все умерли. Короче, я так и не понял, кто кого убил. Но искренне надеюсь, что этого мужика никогда не позовут в суд свидетеля. Иначе тогда сядут все. Начиная от обвиняемого и заканчивая судьей. Парады проводят во всех странах мира. Но только в Японии парад может выглядеть вот так. Что это вообще такое? Альтернативная реальность, где власть Японии захватили покемоны? А вокруг Пикачу создан культ личности. В этой вымышленной стране, наверное, на лесоповал отправляют, если вы не можете всех покемонов назвать. А перед образом Пикачу принято преклонять колени. Вот так и выглядит няшный тоталитаризм. Что бы ни делал этот режим, все продолжают терпеть его. Пикачу ведь такой милый. Теперь я знаю, как выглядит приход настоящего анимешника. В стопроцентной кавай без примесей. Так что советую всем врачам-наркологам отправлять своих пациентов в тур по Японии. Ведь только там они смогут понять, что реальность гораздо круче наркотиков и нарпесиков. Это Волплюс 100500. Меня зовут Максим. Пока.